Агентство Associated Press опубликовало информацию о том, что в руководстве Израиля существует план о переселении 2,3 миллионов жителей сектора Газа южнее на Синайский полуостров, который находится в юрисдикции Египта. А в офисе премьер-министра Бенемина Нетаньяху не стали отрицать существование документа, который датируется 13 октября всего года. Отнесли этот документ к гипотетическим и таким из Сирии на всякий случай. Что же будет означать этот всякий случай для нас с вами? Привет, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд. Друзья, описание подскажет, как это сделать. И хочу сразу сказать, что Синайский полуостров – место не самое уютное для жизни. Там очень большие проблемы с пресной водой, да с любой водой вообще, кроме как морской. И кушать там будет нечего. Между тем, как армия обороны Израиля ведет интенсивные боевые действия уже в самом центре сектора Газа. И, знаете, мыслей много роится в голове. И мысли, конечно, идут о некоем серьезном, грандиозном обмане, что бы там ни было. И без обмана, конечно, дело не может обойтись, когда этим занимаются всякие те или иные любые спецслужбы мира. Начнем с того, что у меня в голове не укладывается, как такие крутые разведки, как США и Израиль, могли проморгать нападение 7 октября. Просто вот не укладывается в голове, никак не могу это поверить. Тем более, если вспомнить, что спецслужбы Египта и государственные деятели Египта говорили, что они за 10 дней до нападения предупреждали власти Израиля о чем-то таком, что готовятся. Но от них отмахнулись. И вообще вся эта история гнусная и примерская, и при этом, добавлю, все вот это вот происходящее не отрицает того факта, что Хамас террористы. Если кто-то взрывает бомбы, убивает, блин, женщин и детей гражданских, берет сотни заложников, то кто они? Бойскауты нет, это террористы. И не отряд пионеров октябрят, это террористы. Что тут говорить? Мотивировка может быть разной. И генсек ООН Гутериш может говорить, что это там такая борьба за свободу. Но есть борьба за свободу, а есть терроризм. Это все-таки разные вещи. И между тем, мне также не менее интересно, вот то, что сейчас, когда и вот Хамас, в свете множества потерь мирных людей в секторе газа и, очевидно, грядущего полного тотального поражения, мог бы выпустить заложников и сделать шаг навстречу миру, но ни капельки не делается. И в то же время, как бы, Запад, да, они скорбят по заложникам, сожалеют, но торгов не ведется. Хотя, может быть, и стоило бы за каждую жизнь побороться. Знаете, я какой вывод из всей этой ситуации делаю? Когда рассуждают о том, когда она там начнется, Третья мировая, она уже идет, она уже началась. Идет уже какое-то время. И мышление людей перестраивается на военные рельсы. Я знаю одно, что России матушке лучше вот от всей этой истории держаться как можно дальше. Дабы не влипнуть ни во что такое. И еще один момент. Организация Объединенных Наций выступила против западного мира. Против Израиля, США и целого ряда государств. Таких достаточно сильных государств. ООН выступила против, поддержав страны Третьего мира. Ну, как бы так вот страны Третьего мира слились там в такой силе, коалиции. К чему это приведет? Израиль не будет исполнять решения ООН, которые ему не подходят. США не будет исполнять эти решения. Ни одна сильная страна мира не будет исполнять эти решения. А теперь позвольте маленький вопрос. У кого на нашей планете очень много земли, много воды и мало людей? Оставлю ответ без ответа. Вопрос риторический, он нам всем понятен. А теперь представьте себе 2,3 миллиона беженцев. Они на Синайском полуострове. У них нет воды, что покушать. И тут Организация Объединенных Наций обращается к Российской Федерации с просьбой. А также Организация Освобождения Палестин. Вся эта шобла фиговая. И Иран обращается. Это Таитала Хамени. Все они обращаются с просьбой и принимают горемычных беженцев. Где? У нас. Где? В России. А если точнее, не сомневаюсь, что они найдут местечко и в Подмосковье. Где много жилых кварталов строится. Да денег у коренных россиян на эти квартиры нет. Кому они в итоге достанутся? И я от чего-то не сомневаюсь, что на палестинских беженцев добрые люди с Ближнего Востока, нефтяные добрые люди раскошелятся. И с жильем помогут. И то, сё, и пятое, десятое. Что бы то ни было, это нам во благо не пойдет. И очень печально, что Россия увязла в этой истории в Сирии. Целая база в Сирии. И как ее эвакуировать в случае чего? Технику, всю эту авиацию, танки. А людей главное. Как это эвакуировать? Мысли есть. Босфор перекрыт. Что они собираются делать в этом случае? Договариваться. Но только показав на Ближнем Востоке раз слабость, не сомневайся, тебя будут бить в эту слабость снова, снова и снова. Так у них там работает. И все, что происходит сейчас, это проба на зубок. Иран попробовал на зубок. Увидел две авианосные ударные группировки США. Там уже, как странно, Джеральд Форд, авианосец, крупнейший в мире, новейший, оказался на месте событий буквально там через пару дней. И увидел это Иран, не полезет Иран. Максимум через своих прокси-сателлитов и так далее. Иран не вывезет такой войны. Это очевидно. И Иран не полезет. На зубок попробуют и выплюнут. Что будет дальше? А нас на зубок пробуют и прокусывают. Это очевидно по разнообразным тестовым событиям, таким как те, что промелькнули на Кавказе и вот в Дагестане. И на самом деле я поражаюсь тому, что произошло. Потому что, а что будет, если ООН действительно предложит Российской Федерации принять у себя 2 миллиона 300 тысяч беженцев? Подумайте об этом. Прикиньте. Это окажется совсем недалеко. И совсем не так сложно. Переместите всех туда, сюда, 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 сюда. И, знаете, проект какой-то там разный. Там про небесный Иерусалим. Я слышал, а как вам небесная Палестина, а? И даже не на Черноземье, а здесь. В Клептосе, бывшем некогда Москвой. А что, посмотрите. Преобладает здесь население старшего возраста. Да, что греха таит. Много пожилых заслуженных людей. Много одиноких пожилых людей. Смерть косят всех. Жилье освобождается. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Как сказали в офисе Беньямина Нетаньяху, этот план по переселению. Это исключительно, что если, предположительно. Так вот, и видео сие относится к категории, что если. Что если руководство Российской Федерации не очень дружелюбно относится к народу, который истори населяет территории, занятой Российской Федерацией. Что если, что если, что если.